Всем привет! И в сегодняшнем видео я хочу поговорить о фаворитах сентября-октября. У меня не выходило видео в сентябре по той простой причине, что не было просто продуктов и фаворитов. Начать хочу с того, что изменило моё внутреннее состояние, изменило, наверное, даже внешнее в какой-то степени, это йога. Если вы никогда не занимались йогой, считаете этот вид деятельности довольно скучным и унылым, при этом никогда не занимались, я вам настоятельно рекомендую попробовать. Если вы попробуете и вы скажете о том, что мне это не нравится, хорошо, вообще без проблем. Я до какого-то периода времени, причём очень долгого, длительного, считала йогу унылым занятием, скучным, что можно уснуть. И когда мне рекомендовали заняться этим видом деятельности, я понимала, что да, мне это не понравится, даже не попробовав. Мне захотелось именно начать заниматься йогой, чтобы как-то организм поддерживать в тонусе мышцы, тело и так далее. И начала заниматься перед сном. Там 30-минутное какое-то минутное занятие, что-то, крепкий сон называется. Я оставлю ссылку на канал, где я смотрю эти ролики. Просто случайно нашла, и мне очень нравится. Там спокойный голос, такая музыка, расслабляющая на фоне, вообще мне очень нравится. Я попробовала. Когда я первое занятие вот это сделала, я уснула младенческим сном. До этого я и так, в принципе, сплю крепко, но бывают моменты, когда я переворачиваюсь с бок на бок, ещё что-то, и просыпаюсь. То есть я теряю сон, могу проснуться, но в эту ночь я спала как убитая. Мне было так сладко и прекрасно, и я подумала, надо продолжить. Я проснулась утром и начала заниматься йогой. Там есть у них какое-то занятие именно утреннее, чтобы проснуться, пробудиться. Мне безумно понравилось, я обрела такую энергию, силу. В общем, кайф. И с того момента я начала её активно заниматься. Утром не всегда получается, да, перед институтом, потому что тяжело встаю, но если есть минут пять хотя бы лишних, обязательно это делаю. Вечером занимаюсь обязательно, то есть у меня вечер и утро. Если утром не получается, то обязательно днём. Что я обрела? Я обрела обалденное чувство равновесия, умиротворения, вот именно душевного такого состояния, потому что в то время, когда я занимаюсь йогой, у меня мысли, точнее у меня нет мысли даже в голове. Такого никогда не было, когда ты даже один наедине с собой, в ванне купаешься, какие-то мысли в голове присутствуют. Нам нужно расслабляться. Мозг работает даже во сне, и поэтому необходимо в какое-то состояние впадать, когда ты можешь расслабиться. Но состояние там наркомания и так далее, это не для меня, а вот так, чтобы мозг расслабился, тело расслабилось, чтобы не было мыслей никаких в голове, хотя бы на протяжении 30 минут йога с этим справилась. И немаловажно для меня то, что я начала чувствовать лёгкость в движениях. У меня в детстве были проблемы с позвоночником, не знаю, сейчас они есть или нет, то есть я не хожу к специалистам, но вот недавно у меня началась такая проблема, у меня начала болеть поясница и где копчик. То есть я очень часто там сижу неровно, да, криво, или долго за компьютером просиживаю, и потом, когда выпрямляюсь, у меня прям область позвоночника хрустит, точнее поясница. И это уже надоело, это неприятно, местами больно, и мне просто уже страшно стало, что происходит. Я уже собралась идти к специалисту, когда начала заниматься йогой. И вы не поверите, мой позвоночник, мои мышцы определили совсем другое, иное значение. У меня перестали хрустеть кости, у меня коленки хрустели, ну просто хрустели кости. Я была недовольна, ну точнее вообще не гибкая, я в детстве садилась на шпагат, и этим всё закончилось. Я не думала, кстати, что после йоги будут болеть мышцы. Ну сидишь ты там в позе зю, ну и что с тобой может произойти? Нет, девочки, я наутро после первого раза, я встать не могла, мне так мышцы болели. Потом уже начала привыкать, но до сих пор, если я открываю какой-то новый курс, новые занятия, там такие позы, ты думаешь, да, делать нечего, встал там-там, а ты стоишь минуты-две, и у тебя просто немеет всё. Ты наутро просыпаешься с такой болью, что йога, кстати, очень даже держит в форме, и мне что нравится, она умиротворяет. То есть я стала менее раздражительной, я стала спокойная, умиротворённая, гармоничная. Вот это мне просто безумно нравится, если вы верите, что йога может привнести что-то новое, обязательно попробуйте. Очень много я наговорила про йогу, следующее, что хочу показать, это блокнот. Я уже рассказывала о своей коллекции, о ведении ежедневников и блокнотов, и он заслужил место в фаворитах, прям вот точно заслужил. Я его обожаю, покупала в метро, начиная от цвета, заканчивая функционалом, качеством, лаконичным, стильным, и, конечно, тут у меня уже исписано намного больше, чем было, когда я снимала, всё-таки учёба активная, скажем так. Меня устраивает всем. Можете посмотреть видео о ведении ежедневника, чтобы понять, чем он мне нравится, мне без разницы, что там будет написано, датированный, недатированный, есть место, где писать, и замечательно. Плюс к тому, я вот не показала в том видео, но хочу показать в этом. Он шёл вот в такой упаковке. Даже упаковкой сложно её назвать, на самом деле, это коробка, сделанная под дерево. Навряд ли вам будет видны эти переливы, но вблизи это как будто срез дерева, или на ламинате, на паркете, очень часто такие рисунки сделаны под дерево, и вот такой подарок можно реально подарить, или вручить кому-то, я не знаю, но это очень круто. К сожалению, я сейчас не смогу открыть, потому что он пустой. Коробку можно использовать даже сейчас, просто под какое-то хранение, либо что-то подарить в этой коробке, потому что она смотрится очень красиво, так что если вы не знаете, возможно, что подарить, там, подруге и так далее, вот, отличная, мне кажется, вещь, очень красиво, стильно и лаконично. И последние два фаворита будут касаться ухода за руками и ногами. Что касается ухода за ногами, это вот такая пилка от Revgosh. Она мне мелькала в видеоролике об уходе за ножками, безумно мне нравится, я ее просто обожаю. Во-первых, ей уже несколько месяцев, она замечательно себя сохраняет, мне очень нравится. Раньше я всегда пользовалась пемзой, и для меня это было незатруднительно раз в неделю в душе проходиться пемзой по пяткам. Но пемзой сохраняет мягкость буквально дня два-три, потом уже мягкость начинает становиться более жесткой, и там через неделю приходится заново это делать, и, ну, как-то вот эти два-три дня меня не оправдывали. После вот этой пилки, после ее использования, я, ну, когда я последний раз себе делала педикюр, вот именно в плане ухода за пятками, летом, наверное, да, в августе, может быть, в начале сентября, до сих пор, до сих пор мои пятки, как у младенца, я даже не пользуюсь, ну, вот месяца два я реально не пользуюсь пемзой, потому что вот эта пилка два месяца назад или сколько она меня спасла. И последнее на сегодня это уход за руками. Кто не знает, кто не смотрел, я теперь ногтевой мастер, я сертифицирована, у меня присутствуют три сертификата, чем я безумно горжусь, и, в общем, я решила начать свою деятельность именно с аппаратного маникюра. Поэтому моим лучшим другом стал аппарат, и я приобрела себе маратон. Но могу сказать, что если вы не мастер, да, вы просто пользователь, ну, скажем так, вы просто дома хотите себе делать аппаратный маникюр, то вам советую не покупать такой профессиональный, потому что, ну, он стоит соответствующе, и все-таки для ежедневного, там, ну, не ежедневного, для еженедельного использования вам будет достаточно какого-то более дешевого для себя, там, и, там, для подруги, для мамы и так далее. Вот она ручка, да, которой вы делаете маникюр, и очень часто для домашнего использования выпускают вот эту ручку и все. То есть нет такого двигателя, к которому подсоединяется ручка. Есть вот эта ручка, и в ней уже двигатель. Так вот, если это такой вариант, и, возможно, там, прикупить педаль, я вам советую. Если это просто вот такая ручка с двигателем, да, с моторчиком, и нет возможности для педали, то, ну, как бы, довольствуйтесь этим. Я теперь делаю маникюр только аппаратом, мне очень нравится. Во-первых, мягкость кожи сохраняется, мягкость пальчиков намного дольше, и при этом это такой приятный процесс, очень детальный такой уход, обалденная вещь, вот, серьезно. Если вы начинающий мастер или хотите этим заниматься, я вам настоятельно рекомендую выбросить все свои кусачки и купить аппарат. А если вы просто лакоманьяк, и вам нравится уход за ногтями, то я вам советую прикупить тоже аппарат, но он вот стоит, ну, порядка тысяч рублей, ну, двух максимум. Вот просто вот такая ручка. Вот такие у меня были фавориты, огромное спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся очень скоро, пока! Субтитры подогнал «Симон»